Общественная палата второго созыва начала свою работу почти три года назад, 14 июля 2014 года. Новый состав был избран в результате перезагрузки. Ряды активистов составили 45 жителей Одинцовского района. Такой командой общественникам предстояло решать серьезные задачи в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Палату разделили на 9 комиссий, добавились несколько рабочих групп. Каждое направление было очень интересным. Проблема ЖКХ. Мы столкнулись с плохими дорогами, с обманутыми дольщиками, с плохим качеством застройщиков, ремонта застройщиков, строительства отратительным качеством. Были проблемы, связанные с экологией, мусором. Были хорошие моменты. Это высадка леса. Наша Подмосковья, замечательная премия, которая открыла очень многие таланты, скажем так, у жителей Одинцовского района. Было очень интересно и круто. Я так думаю, что в следующем созыве мы эту планку опускать не будем, а будет еще лучше. Общественники активно вошли в работу, встречались с обманутыми дольщиками, проводили круглые столы по проблемам здравоохранения, образования, предпринимательской деятельности, принимали активное участие в благотворительности. Забег «Бегу, ребенку помогу» уже стал доброй традицией. Помогали активисты и в проведении областных фестивалей, например, Ассоциации родителей детей-инвалидов «Ардип». Не остались в стороне и в истории с погорельцами организовали штаб по сбору гуманитарной и финансовой помощи. Работа кипела, каждое обращение переходило в профильную комиссию, и к ее решению подключались активисты. Конечно же, это большая заслуга нашего руководителя Захар Юрьевича Иванова. Та импульсивная энергия, которая от него отходит, самодостаточность во всем, неподкупности вообще, ну я не знаю, даже, наверное, какая-то невинность в его поступках, потому что что бы ни происходило в районе, он всегда в толчее событий. Одной из самых загруженных была и остается комиссия по ЖКХ. Самый острый вопрос – новостройки и невыполнение компаниями своих обязательств. Максим Цебуляк, Оксана Маркина, Сергей Ерш, Василий Лозан вместе и поодиночке старались разрешить сложные ситуации. По недостроям – это обманутые дольщики «Рантек», «УНР-494», «СУ-155», «Стройтехинвест» из Убрудной долины «Высокие жаворонки». Не везде все получилось, но вот общественники выделяют некоторые вот такие успехи. Совместно с инициативной группой «Садовая-24» добились от застройщика «Рантек» частичного исполнения своих обещаний. Когда во дворе дома 46 на Можайском шоссе появилась строительная техника, общественники оказались в гуще событий. Неудивительно, что на итоговом заседании звучат слова признательности от обычных жителей. Общественная палата всегда к нам шла навстречу, провела огромную работу. Общественная палата нам организовывала площадку для переговоров с администрацией нашей. Спасибо вам огромное и дай бог вам здоровья и дай бог, чтобы вы дальше продолжали помогать людям. На сегодняшний день уже утверждены две трети нового состава общественной палаты. У всех активистов, не попавших в списки, есть шанс работать консультантом-экспертом. За три года состав палаты ротировался несколько раз, обновился почти наполовину. Заместитель председателя Надежда Котович занялась общественной работой. По зову сердца из консультантов-экспертов была приглашена в помощники председателя. Что самое основное для членов общественной палаты, это прежде всего желание работать и любить людей. Любить тех людей, которые живут в нашем районе, которые живут в Российской Федерации. Общественная палата Одинцовского района занимает лидирующие позиции в Подмосковье. Вместе с Одинцовским телевидением реализует проект «Разберемся». Это общение с жителями в прямом эфире. Каждый звонок – официальное обращение в палату, которым впоследствии занимается профильная комиссия. Бессменным лидером палаты наряду с Захаром Ивановым является Светлана Налепова. Успешно совмещая работу, общественную деятельность и семью, Светлана в четвертый раз стала мамой. При этом не оставляла пост ответственного секретаря. За три года активисты стали сплоченной и боевой командой. Таким составом, независимо от статуса, активисты планируют работать и дальше. Ведь если есть проблема, то общественная палата должна найти решение. Мария Подъепольская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова. Среды.